Добрый день, уважаемые телезрители! Тема сегодняшней нашей передачи – новая магистратура нашего университета по тематике общественное здравоохранение. И сегодня у нас в гостях профессор, доктор медицинских наук, свежеиспеченный, только что заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, заведующий кафедрой охраны здоровья человека Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Зефиров Тимур Львович. Здравствуйте, Тимур Львович! Добрый день, Альберт! Очень приятно! Ну и с вами журналист Казанского федерального университета Альберт Бекбов. Итак, Тимур Львович, новая кафедра. Во-первых, давайте сразу начнем с приятной части. Разрешите поздравить вас со столь высокой наградой, столь высоким званием, вернее, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации. Это дорогого стоит. И, насколько я понимаю, среду, да, ведь вам вручили. И хочется пожелать вам нести достойно, высоко это высокое звание среди научных работников и быть примером для всех нас, для людей, которые связаны с наукой, стремятся к науке, для студентов. Еще раз наши искренние поздравления. И сразу перейдем к вопросу о новой магистратуре. Итак, магистратура общественное здравоохранение. Открывающаяся. Насколько я понимаю, она скоро вот-вот грядит. И расскажите, пожалуйста, о том, что это вообще. Потому что общественное здравоохранение, это звучит как-то общее, достаточно расплывчато. Хочется подробностей. Хорошо, спасибо большое. Вы знаете, подготовку к открытию данной магистратуры мы начали три года назад, в 2018 году. В 2019 году мы полный комплект документов на лицензирование этой магистратуры. Лицензирование – это значит открытие. Это значит, мы имеем право набирать студентов для обучения по этой специальности. Так вот, уже в 2019 году, то есть более двух лет назад, мы весь комплект документов сдали в Москву. Ну, может быть, это связано с ковидом, может быть, это связано с другими ситуациями. То есть ездить нельзя было в Рособранадзор, просто-напросто запрещено было. Но два года мы ждали, мы, я имею в виду Казанский федеральный университет, мы ждали получения лицензии на открытие вот этой новой абсолютно магистратуры. Почему она новая? Вы знаете ведь, что у нас очень активно развивается Институт фундаментальной медицины и биологии. Когда я выступал в Кремле, в прошедшую среду, я сказал, что наш Институт развивается не семимильными шагами, а семимильными прыжками. Ну, достаточно сказать, что 38 ординатур мы открыли, а сейчас без ординатуры врачу, ну, честно говоря, никуда. Его просто на работу не возьмут в качестве врача. 38 буквально за несколько лет. Это огромный скачок. И еще 4 мы должны открыть в этом году. А вот магистратура по медицине открывается первая. И она первая не только в нашем университете. Насколько я знаю, это первая такая подобная магистратура в Приволжском федеральном округе. Совершенно правильно. Среди классических университетов в Приволжском федеральном округе это первая магистратура. Я могу сказать, что еще два федеральных университета имеют подобную магистратуру. Это Дальневосточный федеральный университет и Северо-Восточный федеральный университет. У нас в Приволжском федеральном округе среди университетов таких магистратур нет. Но для широкой общественности я должен сказать, и для меня это тоже было интересно, что оказывается среди ведущих медицинских вузов нашей страны эта магистратура достаточно широко известна и распространена. Достаточно сказать, что подобная магистратура по этой специальности 320401, шифроспециальности общественное здравоохранение имеется, например, в первом московском медицинском вузе университете имени Сечина. Это ведущий медицинский вуз. Такая магистратура есть в Санкт-Петербургском медицинском университете имени Павлова. Это тоже ведущий медицинский вуз. То есть среди медицинских вузов, оказывается, это известно и достаточно распространено. А вот среди классических университетов мы первые в федеральном округе Приволжском. И мне это очень приятно было. Так вот, только в сентябре этого года пришел наконец-то приказ из Москвы, из Рособорнадзора, где Казанскому федеральному университету, звучит так, была выделена лицензия на обучение студентов по специальности 320401. Это общественное здравоохранение. Сразу вопрос о количестве студентов. Сколько квота по данной магистратуре? Руководство наше решило, что первый год мы будем набирать одну группу. Это 15 человек. Магистров мы обычно набираем 15 человек. На нашей кафедре это уже третья магистратура. Но если одна магистратура у нас есть по педагогическому образованию, одна магистратура по биологическому образованию, это первая магистратура по медицинскому образованию. Мне хотелось бы уважаемым зрителям сказать, что общее направление, по которому существует эта магистратура, называется следующим образом. Шифр 32, 2 0, еще раз 2 0. Науки о здоровье и профилактическая медицина. Вот какое общее направление. А специальность у нас уже называется общественное здравоохранение. Ну а в качестве названия профиля мы выбрали всем нам известные слова здоровье и долголетие. Это то, к чему мы все стремимся – здоровье и долголетие. Итак, вот я хочу понять общественное, ну и как наши уважаемые телезрители, общественное здравоохранение. Будет, еще раз повторюсь, общее расплывчато. Чему готовят, как готовят и почему вот именно это стало востребовано сейчас и наш университет пошел по этому пути. Ну вы знаете, Альберт, я часто бываю за границей. Особенно часто я бываю по ряду причин в Соединенных Штатах Америки. И там я был в ведущих университетах мира. Это Гарвард, это Ель, это Питтсбург. И меня удивило в свое время, что очень популярно во всех этих ведущих университетах направление, которое называется Public Health. Дословный перевод – это публичное или общественное здоровье. И наряду с медицинскими факультетами, где готовят врачей, есть факультеты, где готовят сестер, есть факультеты фармацевтов готовят, стоматологов отдельно все это. Есть факультеты целые, медицинские школы, они называются высшие, публичного здоровья. И вот там они готовят специалистов по организации здравоохранения и общественному здоровью. То есть это какие-то медицинские функционеры? Честно говоря, да. Можно так и сказать. Но дело в том, что любой главный врач, любой заместитель главного врача, любой начальник отдела в крупной больнице, в крупной клинике – это все функционеры. Любой человек, который работает в районных, в республиканских организациях здравоохранения – это все функционеры. Тем более, очень интересная система финансирования. И ее тоже контролируют функционеры медицинские. Вот, например, взять нашу клинику, медсанчасть Казанского федерального университета. Для нас это особенно ценно, мы работаем очень тесно с ней. И посмотрите, есть финансирование за счет медицинского страхования, отдела медицинского страхования, которые платят нам деньги за больных, которые мы обслуживаем в нашей клинике. Есть деньги, которые университет очень большие деньги тратит. Потому что это сейчас часть нашего ведь университета, медсанчасть КФО. Оборудование, все покупается за счет университета. Огромное финансирование идет. То есть это Министерство образования и науки, если наш университет. Есть хоздоговора, вы правильно об этом сказали. То есть и вот люди, которые сидят и занимаются организацией здравоохранения и общественным здоровьем, они это должны все увязать. Понимаете? Как сделать так, чтобы были дорогостоящие лекарства, дефицитные лекарства, были в клинике, то есть можно было их назначать. Как сделать так, чтобы у врачей была достойная зарплата? Как сделать так, чтобы не было очередей тех же самых в поликлиниках и в клиниках? Это все делают специалисты, которые получают диплом по общественному здравоохранению. Я вот сам заканчивал Казанский медицинский институт, он тогда назывался, не университет. И там у нас был санитарно-гигиенический факультет, который сейчас переименован в факультет медико-профилактической работы. Вот этих специалистов там и готовят. Только там дольше их готовят. А мы собираемся готовить подобных специалистов за два года. Вы знаете, я вот из своего житейского опыта, вот общаясь с медиками, уловил у медиков, вот некоторые медики говорят, вот я, например, на главврача никогда не пойду, потому что административная работа и лечебная работа – это небо и земля. Но кто-то предрасположен к этому, кто-то не предрасположен к этому, кто-то специально учится, свои компетенции в этом деле наращивают, а кто-то считает, что вот мое дело – чистое лечение, я должен лечить, а вот функционирование медицинской машины, отлаженной, хорошо работающей медицинской машины – это уже должны другие люди заниматься. И вы действительно поднимаете очень важную такую проблему, что общественное… Вот специалистов по общественному здравоохранению у нас, грубо говоря, в России почти нет. И из-за этого у нас происходит отлаженность нашей медицинской машины, она далека от нормальных мировых стандартов. Если в той же самой Америке этому делу посвящают, и видите, есть специализированные магистратуры, люди получают специализированное образование, они приходят профессионалами, а у нас главврачи и другие медицинские функционеры – они самоучки, они учатся на ходу, они, грубо говоря, за ночь выучивают китайский язык, ну вот если уж совсем какие-то вещи по администрированию, по бюджетированию, по всем закупкам, по всем вот этим всем делам достаточно сложным, они на ходу все это переучиваются, и от этого страдает качество. А теперь, когда есть возможность профессионалам прийти непосредственно на эти должности, получившим профессиональное образование, это очень хорошо. Вы согласны со мной? Конечно. Я больше скажу. Вот, например, все главные врачи медицинских учреждений, начиная с участковой больницы, районной больницы, крупной больницы, они все должны иметь документ о том, что они являются специалистами в области организации здравоохранения. Подобные курсы имеются, но у нас в Казани, например, и в Меденистоте полгода они учатся, и в Гедуве есть. И без этой бумажки, которую они получают, там от двух до шести месяцев они учатся. Они не могут даже занять эту должность. Тимур Львович, они занимают, но вот за два-шесть месяцев чему можно подготовить? Согласен с вами, конечно. При той сложности, которая сейчас, медицина это, общественная медицина, здравоохранение сейчас, это очень сложный механизм. То есть здесь не надо даже говорить в свете последних событий, связанных с здравоохранением нашей страны и вообще мирового здравоохранения. И здесь, наверное, какие-то более качественные должны быть системы подготовки. Ну вот смотрите, вот эта пандемия ковида, она ведь не только медицинское сообщество, она вообще все население Земли перевернула. Изменила отношение к жизни, я бы даже сказал. Понимаете? И вот кто должен был организовать непрерывную работу врачей, перепрофилирование клиник, открытие резко новых больниц, специально под ковид, снабжение этих больниц с всякими аппаратами, ИВЛ и так далее, и так далее. Это же все люди, которые называют себя организаторами здравоохранения. Думаете, легко открыть новую клинику? Конечно, нет. Где найти персонал? Ведь кроме врачей, ведь есть медсестры, есть младшие медсестры, есть уборщицы. И так далее, и так далее, и так далее. Это огромный спектр работы, которые необходимо было выполнять вот за эти два года. Во всем мире и в нашей стране тоже. Огромное количество клиник открыли специализированных по борьбе с этим ковидом. Огромное количество. И все это дело люди делали, которые являются организаторами здравоохранения. Вот вы знаете, Альберт, меня часто спрашивают, а кем могут работать люди после вашей магистратуры. И если вы позволите, я думаю, для широкой аудитории это было бы интересно, я просто зачитаю то, что написано в официальных документах. Магистры общественного здравоохранения востребованы в управляющих и исполнительных учреждениях здравоохранения и социальной сферы. Таких, как Министерство здравоохранения, областные департаменты, муниципальные комитеты по здравоохранению, госучреждения, осуществляющие надзор, это Роспотребнадзор федерального, регионального, муниципальных уровней, учреждения медицинской статистики, лечебно-профилактические учреждения, различных форм собственности. То есть речь идет и о частных клиниках, это центры здоровья, это частные клиники, это санатории, это различные курортные учреждения. И, наконец, это просто-напросто международные организации, ну, например, Всемирная организация здравоохранения, Красный Крест. Огромное количество людей работает в этих системах, у которых как раз направленность на организацию здравоохранения в той или иной стране, в той или иной области, регионе, районе, в Африке в какой-нибудь. Понимаете, сейчас вот из ЮАР огромное количество идет больных с новым штаммом ковида. Единственное, да, омикрон, но единственное, говорят, что при более высокой контагиозности, говорят специалисты. Когда я говорю, говорят, это значит специалисты. Но большинство специалистов утверждает, что тяжесть заболевания менее выражена, то есть летальность меньше и менее количество тяжелых осложнений. Дай бог. Это бабушка на двое сказала с учетом последней информации то есть той же самой Великобритании уже о первых случаях смерти. Да, и смерть есть уже. Да, и кроме того, это сопряжено с появившейся информацией о резком приросте избыточной смертности в ЮАР. Сами понимаете, что там страна, мягко говоря, не в порядке. Весьма низкий уровень, скажем так, общественного здоровья и общественного здравоохранения. Низкий уровень. И, соответственно, доверять сейчас пока каким-то либо слухам или разговорам, наверное, не стоит. Все-таки я вот я вижу и сам даже склоняюсь, что омикрона надо бояться и надо страховаться от него всеми возможными способами, потому что пока нету ни ясной клинической картины, ни по возрастам, как она работает. Как она работает с набором генов, отличным от южноафриканских. Все-таки есть, ну, по генам есть определенные все-таки различия. европейная раса, есть есть южноазиаты. И неизвестно, как это будет работать и неизвестно, как это все будет. Я считаю, Эльберт, что мы прежде всего должны думать все-таки о нашей стране, о нашей республике, о нашем городе, о нашем университете. Ну, например, вы знаете, что вот у нас все преподаватели привитые. Если человек по каким-то, вот есть у меня один преподаватель, у него официальные медицинские показания, нельзя ему делать прививку. Он со студентами не занимается. Он ведет занятия только в режиме онлайн. А все остальные преподаватели привиты, ну, в том числе и я. Причем, я могу сказать, люди прививались, ну, старше 60 лет, и ни у кого никаких особых осложнений не было. Чем прививались? Спутник? Спутник Ви. Спутник Ви. Ну, вы знаете, я вот разговаривал с инфекционистами, которые являются высоко квалифицированными врачами, за границей они работали. Они очень положительно отзываются вот о нашей вакцине Спутник Ви, сделанной по классической технологии, очень уважительно. Уважаемые телезрители, если вы не доверяете мнению каких-то там, считаете наших российских врачей ангажированными в отношении российской вакцины Спутник Ви, вот перед вами вящий пример за рубежом. Насколько я понимаю с ваших слов, ее уважают. Да, считают, что это действенная вакцина, сделанная по классическим технологиям. И абсолютно никаких там особых проблем с ней нет и так далее, и так далее. Очень уважительно относятся к нашей вакцине, а то, что там до сих пор ее там не признали в ВОЗ, это чистая политика. Поверьте мне. Это чистая политика. А так, вакцина вполне нормальная. Спутник Ви. Спутник Лайт, это ведь на базе Спутника Ви сделано. То есть, как добавочные зоны, вот у меня вот скоро будет шесть месяцев после последней вакцинации, и я буду вновь прививаться Спутником Ви. То есть, вы будете ревакцинироваться? я буду ревакцинироваться. Я, в сам свою очередь, тоже и вакцинировался, и ревакцинировался, и поэтому себя чувствую относительно уверенно. вот, и призываю тоже и знакомых, и всех, давайте, давайте, давайте. Все-таки эпидемия, пандемия коронавируса выявила действительно потребность в организации, вы правильно сказали, потребность качественной организации здравоохранения, и наша российская медицина столкнулась действительно с серьезнейшим вызовом. У нас было действительно за рекордно короткие сроки развернуто и госпитали, и оборудование, и вакцина произведена, и был большой достаточно наплыв, огромный наплыв больных, и сейчас, слава богу, все это пошло на убыль, немного уменьшается, да, это сейчас идет пока первые такие обнадеживающие ростки, дающие надежду, что все-таки у нас наступает достижение коллективного иммунитета, болезнь потихонечку начинает уходить, и вот как раз вы правильно сказали, что всем этим должны были организованы, организованно заниматься именно высококлассные специалисты, подготовленные вот на таких магистратурах на общественном здравоохранении, и те шероховатости, которые были у нас в организации, они были, никто этого не отрицает. За такой короткий промежуток открыть десятки новых клиник, причем это инфекционные клиники, где совершенно другой режим, абсолютно, вы посмотрите, в каком виде работают там врачи, это же все надо было организовать, те же самые костюмы, те же самые маски, те же самые респираторы. Врачей найти просто, элементарно врачей найти. Где купить это все? У людей были деньги, государство дало деньги, но где огромное количество аппаратов ИВЛ можно было купить? Надо было, значит, сделать так, чтобы обеспечить лечебное учреждение всем необходимым. помните, даже были проблемы чисто логистические с кислородом. С кислородом. Министерство обороны помогало. У них есть специальное оборудование для производства кислорода, это для самолетов. Так вот, делали на этом и отсылали. Даже первое время было, насколько я знаю, были первое время даже страшные проблемы с формированием штата. Были же случаи, и врачи гибли на работе. Прямо на рабочем месте и таких случаев очень много. Медики заболевали, они первыми, как вот, ну, как вот, на Чернобыле пожарники встретили вот эту угрозу. Принимали удар на себя. Принимали удар на себя и это только потом уже их начали уже и вакцинировать, подоспела вакцина, а вот первый удар они приняли на себя и первое время было вообще достаточно большие проблемы с комплектованием штата, с переобучением, с набором. Всем этим делом должны были заниматься именно вот такие люди, которые будут взращивать, я надеюсь, будет взращивать наша магистратура новая. пожелания только, чтобы это было как можно в большем масштабе. 15 человек мало, Тимур Горьевич, мало. Вы знаете, надо это обязательно Ильша Травкадычу сказать и Андрею Павловичу ясу, что это мало. Я хотел вот что сказать. 15 человек это ведь первый набор только у нас, первый набор. и пока у нас нет аккредитации, мы не имеем права принимать магистров на обучение на внебюджетной основе. Но я уже разговаривал с руководством и, конечно же, после получения аккредитации, разрешения на выдачу дипломов по данной специальности, наверное, у нас будут и бюджетные места, потому что это надо. Надо для Казани, надо для Республики, надо для Привозского федерального округа. А сколько стоимость обучения? Мне кажется, вот обычно уж в сознании людей все-таки значимость медицины выросла в последнее время. Наверное, там какие-то большие суммы. Я бы не сказал, что очень большие. Вот по расчетам нашей бухгалтерии, нашей бухгалтерии, наши университеты уже сделали расчеты, скорее всего, вот магистратура в 22-м году будет стоить порядка 167 тысяч рублей в год. Вот. Это, ну, я могу сказать... Это, конечно, большие деньги, но по сравнению с тем, сколько оплачивается в московских вузах, или... Могу сказать, сколько? 308 тысяч в год. То есть это... В первом московском медиа. Такая же магистратура, точно же. 308. Дороже всего в северо-восточном федеральном университете город Якутск. за 300 тысяч, да. Да, там северные цены, северные коэффициенты. Еще раз хотелось бы, Альберт, все-таки подчеркнуть, что любая магистратура, и в том числе наша, вот по общественному здравоохранению, срок обучения два года. То есть через два года человек получает диплом о высшем медицинском образовании. По специальности 320401 общественное здравоохранение. через два года. А считаете ли вы достаточным этот срок? Я вот шесть месяцев-то не считаю для вот переподготовки сейчас на руководящей должности, которые на курсах вводят. А вот два года. Вы знаете, дело в чем. Вот я сам заканчивал медицинский вуз, и помню, какое огромное количество часов, месяцев, лет мы тратили на изучение предметов, которых в программе магистратуры нет. Но достаточно сказать, у нас было четыре химии. Первые два года никакой медицины у нас не было. Мы изучали физики, мы изучали химии. Я не говорю, что это не нужно все. Но дело в том, что в магистратуру ведь поступают люди уже с высшим образованием. Мы можем принимать туда бакалавров, специалистов, и магистров можем принимать, потому что это платное обучение. Магистратура ведь только первая она идет бесплатная, а вторая, если она платная, пожалуйста, магистры тоже могут приходить. Очень много людей, вот биологов, я у них преподаю, у наших биологов, они очень интересуются возможностями получения медицинского образования для того, чтобы в дальнейшем работать в медицинских учреждениях. И в учреждениях вот Роспотребнадзор. То есть биолог может прийти и за два года получить... Любой человек с высшим образованием, мы шутим, после консерватории можно поступать? Можно поступать. Бывший скрипач может, условно говоря, стать у вас медиком. Да, вы знаете, эта система, я помню, когда я в Америку приехал первый раз, я удивлялся, то, что высшую школу можно поступать после любого колледжа. Любого. То есть человек заканчивает колледж по истории искусства, а поступает, например, на инженерную какую-то специальность. На самом деле не так. Но теоретически, официально, это возможно. И у нас тоже. Почему я сказал о биологах? А потому что вступить на испытания у нас в качестве экзамена по биологии. Конечно же, этот экзамен будет отличаться немножко от экзамена, который сдают люди, которые поступают в магистратуру по биологическому направлению. У нас есть и такая на кафедре. У нас больше внимания уделено анатомии, физиологии, гигиене человека. То есть, все-таки мы больше специализированы... Да, экзамен по биологии, но более специализирован в области анатомии и физиологии. Меньше зоологии, ботаники и так далее. То есть, условно, скрипач, он все равно должен... Ему тяжело будет сдавать этот экзамен. Ему тяжело будет сдавать это все. И все-таки люди, которые как-то соприкасаются или прямо у которых цель жизни вообще получения, и они действительно грызут гранит биологических наук, то тогда они поступают. Вы знаете, вот очень много заинтересованности мы получили в этой магистратуре от руководителей многочисленных центров здоровья, фитнес-центров, вот люди, кто занимается различными оздоровительными процедурами. Это люди с самым разным образованием. Очень часто это люди со специализированным физкультурным образованием, вот центры здоровья, но у них нет документов о медицинском образовании. Понимаете? А вы сами знаете, насколько популярны то же самое наше универ-ТВ, посмотрите, там каждый день мы видим передачи, посвященные здоровью, фитнес-центров, да, и так далее, и так далее. Это и универ-ТВ, это взаимосвязано. Конечно. Понимаете, и этим людям очень не вредно было бы узнать основы организации здравоохранения, как сделать человека здоровым, как сделать так, чтобы он жил дольше. Понимаете? Как организовать все это дело? Вот это мы и будем делать. но опять-таки, опять-таки, пожалуйста, расширяйте, потому что мало, 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 мало мест. Тут 150 должно человек условно, при нынешней потребности, то есть здесь на порядке больше людей, и опять-таки, я говорю, пандемия она все показала, показала, разложила все по местам, что у нас острая нехватка квалифицированных медицинских управленцев, которых специфические, готовят специфические, они, у них специфические знания, в отличие от каких-то там финансистов, есть и финансисты в медицинской отрасли, есть, есть, допустим, те же бухгалтера в медицинской отрасли, там тоже есть своя специфика, но специфика руководителя этими и финансистами, и врачами, и бухгалтерами, и техниками, и медсестрами, она совершенно иная, и кто-то этому учится на ходу, кто-то вообще не может этому научиться, но более-неболее там через какие-то скоротспелые курсы проходят. Вот, Альберт, я хотел, может быть, немножко уйти в сторону нашего университета, ни для кого ведь не секрет, что мы, преподаватели, получаем больше, чем в других вузах, ну, например, Казани, это я точно могу сказать, Казани, я не говорю за Москву, за Ленинград, вот, но ведь для того, чтобы эти деньги получать, вот мы одну премию получаем, вторую премию, надо ведь эти деньги зарабатывать, понимаете, и, допустим, тот же самый наш ректор, он же огромные усилия тратит на то, чтобы в университете были эти деньги, на то, что можно было каждый год поднимать зарплату преподавателям, учебно-вспомогательным персоналам, опять будет премия всем преподавателям перед Новым годом, да, инфляция идет, но руководство университета, во-первых, зарабатывает деньги, и, во-вторых, по мере возможностей увеличивает заработную плату преподавателей, а вот для того, чтобы научиться зарабатывать и правильно распределять, вот это и есть организация, понимаете, огромное количество необходимых усилий и времени для этого. Тимур Львович, вот любой учебный процесс немыслим без самой главной фигуры, без преподавателя. Согласен, конечно. Итак, у нас магистратура новая, есть ли у вас кадры? Ну, Альберт, я могу сказать, что у нас на кафедре преподают девять докторов наук на одной нашей кафедре. Половина это доктора медицинских наук, вторая половина доктора биологических наук. Я не знаю, на какой кафедре еще такая концентрация докторов наук. Вот. И в магистратурах у нас преподают практически только доктора наук. В других магистратурах тоже. Понятно, что нагрузки распределяю я, и вот занятия с магистрами ведут доктора наук. Но это новая магистратура, и я планирую, мы планируем привлечь к преподаванию в данной магистратуре ведущих специалистов Казани, понятно, Казани-то и есть наша республика, для преподавания отдельных предметов. Если у нас на кафедре нет специалистов в этой узкой области, ну, понимаете, что мы планируем, ведь, что обучаться будут и специалистов с медицинским образованием. То есть люди, которые уже имеют медицинское образование, но которые хотят проявить себя в административной медицинской деятельности, они ведь тоже придут к нам в магистратуру. Вы говорите, вот есть люди, которые не хотят быть администраторами, а есть люди, которые хотят быть администраторами или хотят возглавить, например, собственный медицинский центр, частный медицинский центр. И для него по общественному здравоохранению, по организации здравоохранения очень неплохо было бы получить дополнительные знания. За 160 тысяч рублей в год это для этих людей не такие большие деньги. И, конечно же, в этом случае с ними будут заниматься ведущие специалисты во всяком случае нашей республики в той или иной области. То есть мы будем привлекать дополнительно... Это все будут доктора наук, безусловно. Это будут преподаватели медуниверситета и ГИДУ. ГИДУ. То есть нет никаких сомнений, что это не какая-то скороспелая школа. Инициатива? Инициатива скороспелая. Чтобы мощности есть и компетенции есть, и люди будут подготовлены и действительно соответствующие. Я горжусь то, что наша кафедра является, безусловно, одной из ведущих в Институте фундаментальной медицины и биологии. А вы не хуже меня знаете, что Институт сам фундаментальной медицины и биологии. Это тоже... Хедлайнер, можно так сказать. Нашего университета в настоящее время во многом. Во многом. Не во всем, конечно, но во многом. А если вы откроете сайт нашего Института, то вы увидите, что на первом месте стоит кафедра охраны здоровья человека. Скромно. Скромно, да. Ну, я могу сказать, что такого количества людей с высокими знаниями, почетный работник высшей школы, заслуженный деятель науки России, у нас только работает, единственный заслуженный деятель Республики Татарстан, лауреат государственной премии в области медицины у нас работает на кафедре, то есть контингент очень серьезный. Тимур Львович, слушаю вас, я оставил всяческие сомнения и, надеюсь, наши уважаемые телезрители тоже прониклись действительно новая, открывающаяся в 2022 году магистратура по направлению Public Health, общественное здравоохранение, столь модное в мировом университетском сообществе и медицинском сообществе. Вот теперь эта магистратура открывается и я уверен, что здесь будут готовить действительно кадры на высоком уровне, которые будут готовы к современным вызовам, стоящим перед нашим здравоохранением и перед обществом. И перед обществом безусловно, потому что как никогда именно вот в последнее время общество убедилось, что медики, вот ценность медиков подрастает год от года, но вот последние два года она выросла просто скачкообразно, не постепенно, а вот действительно и хочется пожелать вам успехов, еще раз поздравить вас со званием, с высоким званием заслуженный работник высшей школы Российской Федерации. И уважаемые телезрители, на этой хорошей ноте мы завершаем нашу передачу и я благодарю нашего прекрасного собеседника Зефирова Тимура Львовича, профессора, доктора медицинских наук, опять еще раз повторяю, заслуженного работника высшей школы Российской Федерации, заведующего кафедры охраны здоровья человека, Института фундаментальной медицинной биологии Казанского Федерального Университета. Ну а с вами был ваш покорный слуга, журналист Казанского Федерального Университета Альберт Бигбов. До свидания. Спасибо большое. Альберт, вам особенность. Большое спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова